Алена Зайцева начала сотрудничать со следствием. Водитель Лексуса, по вине которой две недели назад погибли шесть человек в Харькове, дает показания. Накануне вечером ее привезли на место ДТП для следственного эксперимента. Обо всем подробнее Светлана Шакера. Улица Сумская. Полиция перекрывает движение на перекрестке с переулком Мечниково, где 18 октября вечером произошло ДТП. Рядом останавливается автозак с главной подозреваемой, Еленой Зайцевой, водителем Лексуса. По предварительным данным следствия, машина неслась по главной улице города со скоростью более 80 км в час. На перекрестке Лексус столкнулся с Фольксвагеном и полетел на пешеходов, стоявших на тротуаре. После ареста Зайцева давать показания отказывалась, но на второй следственный эксперимент все же приехала. В наручниках с длинной цепью. В темном капюшоне она отворачивает лицо от камер и едва слышно отвечает на вопросы следователя. На тротуарах, как и в тот вечер, многолюдно. Прохожие смотрят, как Зайцева показывает, где именно на дороге был ее Лексус, подъезжая к перекрестку, как двигался вправо за мгновение до трагедии. А можно немножко разлететь, чтобы бордюр видно было? 8,26. Результаты следственного эксперимента адвокат Зайцевой не комментирует. Как-то ваш взгляд был, что сегодня происходило. Вы довольны тем, что вы? Коротко объясняет. Вы должны были установить скорость, место столкновения? Все обстоятельства происшествия по показаниям подозреваемые. Что она могла показать, она показала. Она давалась и не показала. Начальник областного управления обещает не затягивать расследование. Практически все, что было необходимо, уже сделано. Даже если возможны где-то какие-то затягивания с какими-то лицами, то скорее будет выделено какое-то производство для установления каких-либо фактов. Это либо установление объективности и законности полученных прав, гонок и тому подобное. Результаты самой важной автотехнической экспертизы, которая даст ответ на главные вопросы, полиция обещает обнарудовать до конца недели. Тогда и станет известно, кто будет отвечать за гибель шести человек.